Добрый день, уважаемые коллеги! Очень рада вас снова всех видеть. Еще раз говорю, очень приятно, что появляются уже знакомые фамилии. Значит, мои все-таки вебинары интереса заслуживают. Я извиняюсь, у меня сегодня немножко подхрипший голос. И мы сегодня с вами поговорим именно о стратегии профилактики работы уже с детьми с агрессивными. То есть дети, которые уже проявляют определенную агрессию. Что же необходимо делать в этом случае? Дело в том, что проблема, к сожалению, так как я практикующий школьный психолог, естественно, что я обращаю внимание, веду какую-то определенную свою статистику данных случаев, и, к сожалению, эта статистика носит отрицательный характер, отрицательная тенденция. Появляется большее количество детей агрессивных, причем достаточно рано, трудно корректируемые случаи семейного агрессивного поведения, тогда, когда ребенок формирует непосредственно в семье. Так, звука нет. У кого еще звука нет? У меня звук есть. Сейчас прибавлю немножко. Если у кого-то еще помехи... Так, что делать? Так лучше? Звук есть, вот пишут. Так, все, хорошо. И поэтому мы должны с вами понять, что же нам делать в этом случае тогда. Конечно, лучше, я уже многократно это говорила о том, что действительно лучше предотвратить любые формы, в том числе и агрессивное поведение. Но, к сожалению, работа с семьей у нас начинается тогда, когда ребенок приходит в образовательное учреждение, дошкольное или образовательное учреждение, школа, гимназия и так далее. То есть тогда, когда уже стереотипы поведения у ребенка определенные сложились. Но, тем не менее, любое агрессивное поведение, которое сформировано, даже уже сформировано, мы можем скорректировать на любом этапе. И, конечно, это займет больше времени. И тоже погромче. У меня уже громкость на полную сделана. Сейчас пробую. Немножко сегодня что-то сбоит у нас интернет. Но я думаю... Ольга Генриховна, звук у нас пропал. Микрофон сделайте, пожалуйста, погромче. Посмотрите в настройках микрофона. Коллеги, все нормально сейчас? Все будет хорошо. Звук не идет? Все будет хорошо. Звук идет? Звук идет? Сейчас пошел. Немножко погромче попробуйте сделать. Только не на полную мощность, чтобы фона не было. На половину он. Да, он на половину у меня. Все, я отключаюсь. Давайте нормально. Хорошо. Все будет хорошо сейчас. Все будет хорошо сейчас. Ну, дело в том, что сейчас нагрузки, мы должны с вами понимать, что нагрузки на интернет огромные, потому что зумы и всякие разные вебинарные платформы работают очень активно. Поэтому звук у меня работает, уже все у меня зелененьким светится. Так вот, мы должны с вами понять, что же необходимо сделать именно как экстренное мешательство в тот момент, когда ребенок проявляет агрессию. И в то же время, что мы должны делать для того, чтобы обучить ребенка определенным навыкам предотвращения агрессивного поведения. Ну и, как всегда, я начинаю свой вебинар с терминологического определенного словарика, чтобы работать нам с вами в едином терминологическом поле. Ну, поведение. Раз у нас стоит вопрос о поведении, мы с вами смысл этого понятия раскроем. Это образ жизни человека и образ его действий. То, как он ведет по отношению к обществу, к определенным людям, к тем идеям, правилам, законам, которые в данном обществе у нас существуют. Это внешний и внутренний мир самого себя и рассматривается поведение со стороны регуляции этих всех действий, которые регулируются, конечно же, общественными нормами, которые записаны в уголовном и процессуальном и административном, нравственном, моральном и так далее. То есть, естественно, что здесь поле очень широкое. То есть, то, как существует человек. Ну и вот эти понятия агрессия, агрессивность и агрессивное поведение. Агрессия – это индивидуальное или коллективное поведение, когда группа какая-то определенная, она может быть очень маленькая, состоять из двух человек, или быть огромной. Это крупно. Действие, ведение, действие, которое направлено на нанесение физического или психологического вреда, ущерба. Агрессивность – это уже относится у нас к характеру, к личности человека. Это структура психических свойств человека, которая будет отражать его склонность к агрессивным действиям. То есть, он склонен. Бывает так, что агрессию проявляет человек, который не склонен проявлять агрессии вообще. То есть, в обычной жизни он подчиняется всем правилам, ведет себя корректно, ведет себя благосклонно, доброжелательно, как хотите, уважительно. Но создается определенная какая-то ситуация, и он может привить любого вида агрессию. Ну, чаще всего это ответная агрессия или агрессия защитная в момент какой-то опасности непосредственно для конкретного человека. Агрессивность – это свойство личности. То есть, эта личность может проявлять агрессивность, агрессивные действия в любых ситуациях, и не обязательно есть какой-то фактор, который ее на это провоцирует. Понимаете? Агрессивное поведение – это тогда, когда происходит серия агрессивных действий. Тогда, когда человек агрессивными действиями реагирует на все, что его окружает. Бывает агрессия вербальная и физическая. Вербальная – понятно, да, что это интонации, это компоненты речи, это высказывания, это оскорбления, это какие-то унижения вербально сказанные и так далее. То есть, тогда, когда мы это все, вот слово «не воробей» вылетело, не поймаешь. Агрессия физическая – это физическая сила, которая направлена или на другого человека, или на объект. Вот, собственно говоря, вот такая физическая агрессия очень часто проявляется в вандализме. То есть, тогда, когда какие-то определенные действия направлены на какие-нибудь, ну, например, на разрушение определенных могильных плит, на осквернение памятников и так далее. Это тоже будет физическая агрессия, которая направлена против этого какого-то объекта. Следующее. Агрессия инструментальная. Дело в том, что агрессия инструментальная – это тогда, когда не эмоции проявляются, потому что мы с вами уже, я вам уже сказала, что именно агрессия, вербальная или физическая, она отражает эмоцию, эмоциональное отношение к объекту или субъекту. Здесь же нет ни объекта, ни субъекта. Здесь есть цель, которую необходимо достигнуть. Как это, например, агрессия инструментальная? Ну, мы все с вами видели это неоднократно, возможно, что свои дети у нас так проявляли агрессию. Это тогда, когда дрыгаем ножками, лежа на полу, вяжем, кричим, накидываемся на другого. То есть, тогда, когда нужно, например, маленькому ребенку достичь своей цели, получить то, что он на данный момент хочет. Никто не обращал внимания на то, что это тоже агрессия, которая имеет целью достижения. Агрессия косвенная и агрессия прямая. Агрессия косвенная – это тогда, когда агрессия направлена против кого-то, но скрывается или не осознается субъектом, который эту агрессию оказывает. Ну, что это может быть косвенно? Это могут быть прозвища какие-то, это могут быть какие-то обидные записки. Например, ты скажи, что она меня обидела. Тут недавний случай у нас, когда, ну, откровенная была ситуация буллинга, то есть агрессии школьной. Ты скажи всем, что Вика меня обзывала. Ну, она ведь тебя не обзывала. Ну, ты все равно скажи, что она меня обзывала. Получается, что, казалось бы, буллинг против Арины, но сейчас складывается ситуация, что буллинг со стороны Арины и ее родителей против Вики. То есть, понимаете, вот такая серьезная ситуация. Агрессия, казалось бы, косвенная, которая переросла, там была нецензурная брать, которая переросла в взаимное толкание, и, собственно говоря, практически состоялась уже драка, то есть физическая агрессия. Агрессия прямая. То есть тогда, когда цель агрессии не скрывается. Я хочу тебя побить, и я тебя побил. Физическая или, например, какая-то вербальная агрессия. Ну, есть еще такое понятие, как агрессия реактивная, когда наблюдается фрустрация, и в определенный момент реакция на фрустрацию проявляется крайне эмоционально и проявляется состояние гнева, враждебности и ненависти. Ну, выделяют аффективное, импульсивное и экспрессивное. Для чего же ребенок, подросток ведет себя агрессивно? Что преследуется, какие цели преследуются, осознанно или неосознанно? Ну, прежде всего, привлечение внимания. Следующий момент. Причинение боли жертвы. Ну, это в случае тогда, когда вот эта мстительность, ненависть проявляется вот таким образом. Пусть тебе будет тоже больно, как и было больно мне. Месть за перенесенное страдание. Причинение ущерба, доминирование над конкретным человеком. Получение материальных благ. Ну, отобрал какую-то вещь, которая ему необходима. Это самоутверждение, например, в детском, подростковом коллективе, что достаточно бывает часто. Продолжение истории вот этого буллинга. Для того, чтобы девочка уже не знает, как самоутвердиться, к сожалению, все больше и больше выбирает асоциальные формы, чаще и чаще асоциальные формы поведения. И прежде всего, это агрессивные формы. Она принесла в школу электронную сигарету, которую стащила у своего взрослого родственника и принесла в школу. Это дети 11 и 12 лет. То есть, понимаете, все что угодно. И в то же время, в чем агрессивность этого действия? В том, что она попыталась опять оболгать эту девочку, что эта девочка ее заставила принести эту вещь. Понятно, что это может быть действительно реакция страха, то есть, страха перед этой девочкой. Я принесу это, чтобы она меня не побила. Нет, это уже агрессивное поведение в отношении этой девочки, потому что она никакого отношения к этой истории абсолютно не имела. Повышение самооценки. Вот я какой сильный дал кому-то там в пятак, ребенок другой испугался, и теперь он будет меня уважать. Я, соответственно, буду уважать себя больше. Защита от воображаемой или реальной угрозы. Здесь все понятно, здесь четко. Это защитное агрессивное поведение. И это, естественно, что особый вид такого типа агрессивного поведения, когда нужно очень серьезно понимать, что или страх, реальный страх, или воображаемый страх, реальная угроза, воображаемая угроза. А воображаемая угроза, мы с вами понимаем, что она в детском возрасте может быть любая. И нельзя никогда рассматривать агрессию против ребенка в данной ситуации как надуманное что-то. Нет. Мы должны с вами очень четко понимать, экспертное такое мнение сложить о том, насколько эта угроза воспринималась реально другим ребенком или подростком. Потому что, естественно, что в данной ситуации страх может быть очень серьезным. Потому что я сталкиваюсь, к сожалению, в экспертной деятельности вот с такими случаями, когда подросток воспринимал реальную угрозу и в результате делал то, что не нужно было делать. Понимал, что вот и принимал эту ситуацию, как выход из этой ситуации, что лучше я сделаю так, как он от меня требует. Например, буду фотографироваться в раздетом состоянии, в обнаженном этой девочке-подростке. А вдруг он действительно скажет что-то плохое про меня. И, к сожалению, эти ситуации иногда действительно заканчиваются очень неприятно. Остаивание автономии и свободы. Ну, чаще всего это агрессивное поведение, подростковый период, тогда, когда вот этот кризис независимости, и в том числе это тот негативизм, который проявляет подросток в отношении, прежде всего, родителей. Потому что родители всегда виноваты. Это мы с вами должны четко понять и ни в коем случае не обижаться на своего ребенка, внука, который вот таким образом. Ну, кстати, внучата реже проявляют агрессивные действия, вообще агрессивное поведение в отношении дедушек и бабушек. Потому что с дедушками и с бабушками у них восстанавливаются более доверительные отношения. И они прислушиваются, в отличие от родителей, к мнению и советам со стороны дедушки и бабушки. Завоевание авторитета в группе с верстником. Ну, вот здесь, опять же, или это сила, или вербальная психологическая агрессия на других членов данного коллектива более слабо для того, чтобы стать лидером в этой группе. Ну, отрицательным чаще всего, к сожалению. Удаление препятствий на пути к удовлетворению потребности. Ну, здесь понятно, кто-то мешает, мама мешает, начинаю с ней ссориться, и в результате, зная, что папа с мамой тоже ссорится, и если я с мамой поссорюсь, то папа будет на моей стороне. Ну, кстати, дети вот это манипулирование очень быстро воспринимают и очень быстро вырабатывают навыки и начинают манипулировать вот такими формами родительских отношений. Есть несоциализированные формы агрессивности, это те, которые не носят враждебного характера, и социализированные формы агрессивности. Враждебность и главное причинение ущерба физического, психического, морального другому человеку. Откуда же появляется агрессивное поведение? Это семья, которая демонстрирует свое агрессивное поведение, причем агрессивное поведение, это может быть агрессивное поведение между родителями, но достаточно нейтральное или наоборот любящее к ребенку. Хотя любовь здесь под вопросом, под большим, и я бы поставила это в кавычки. Самое проблемное, когда семья делится на несколько лагерей в отношении к ребенку. И вот в данном случае ребенок быстрее будет формировать вот эти манипулятивные формы агрессивного поведения. То есть он будет проявлять агрессию также в отношении того члена семьи, в отношении которого оказывает агрессивное действие более сильный член семьи. Это может быть как папа, мама, это может быть теща, свекровь и все что угодно. Ну и самое неприятное, самое отрицательное, это то, что это многократно повторяется, а значит это закрепляется. Если это какие-то единичные вспышки, да, это может пройти мимо, оставив какой-то определенный, конечно же, след, воспоминания, но ни в коем случае не закрепится как стереотип поведения. Но если это повторяется многократно, если это форма общения, эмоционального отношения к друг другу, то, конечно же, агрессивное поведение в этой форме будет закрепляться у этого ребенка. Следующее, взаимодействие, конечно, со сверстниками. Вот сейчас я просто наблюдаю в инстаграме, как изменился малыш, которого, в общем-то, уже в течение года я наблюдаю, родители очень много выкладывают о нем, рассказывают, и он пошел в течение двух недель в детский сад. Поведение резко изменилось. Нет, агрессивного поведения нет. Но вот это кривляние, которое очень обязательно кто-то в этой группе будет проявлять, поэтому, естественно, что он стал копировать это, именно кривляние. Но я надеюсь, что семья, потому что действительно семья очень любящая, и ребенок эту любовь очень чувствует, и развит он, собственно говоря, на свои два года, четыре месяца очень хорошо. Я думаю, что это, собственно говоря, у него пройдет, потому что стереотипы поведения в семье, они более закрепленные, чем те, которые он сейчас будет получать. Ну и символические примеры. Ну символ, все что угодно может быть. Это может быть в детском возрасте мультяшный какой-то герой, поэтому нельзя ни игры, ни мультфильмы, которые содержат агрессивные сцены, использовать в отношении малышей, даже просто просмотр этих игр, не говоря про то, что смотреть. Я помню, дочь была уже достаточно взрослым человеком, подростком, заканчивала школу, а племянник был совсем маленький. И появились тогда первые ноутбуки, компьютеры. И естественно, что так как особо следить не было некогда, и дочь все-таки уже была взрослая, я захожу в комнату и вижу две счастливые абсолютно физиономии, играют в стрелялки. Я говорю, ты что делаешь? А племяннику было тогда, наверное, лет 5-6. То есть тот возраст, когда действительно вот эти символические примеры, символы, они очень важны, потому что они легко входят в сознание, в воображение, в фантазии ребенка в этом возрасте. Естественно, попало очень сильно, и по счастью, в общем-то, никакого закрепления по поводу того, что один случай – это не случай. Ну и потом у него символические примеры, когда я тоже, собственно говоря, рассердилась. Почему так? Потому что племянник мой является моим крестным сыном. Когда он стал читать Гарри Поттера, у него появились определенные ритуалы, взятые из этой книги. Ну и, правда, ему было уже побольше 10, 11, 12, 13 лет. Там было уже, я разговаривала уже с ними, говорила, что это сказка, это нереальность, потому что наступил тот момент, когда он просто начал жить в этой ситуации и воображал себя Гарри Поттером. Он несколько был похож на него. Ну, вот таким образом. Это то, что касается, в общем-то, не таких неприятных, отрицательных героев. А если ребенок присутствует при игре, просто присутствует при игре в какие-то стрелялки, резалки, убивалки вместе с папой, и папа совершенно не понимает, что в эти игры... Конечно, папа уже может играть, папе запретить очень сложно. Но дело в том, что мы должны понимать, что в такие игры начинают играть люди изначально уже готовые к этой агрессии, готовые воспринимать эту агрессию. Ну и, естественно, что символы – это различные фильмы, мультфильмы, это могут быть книги. И у нас еще есть читающие люди и читающие подростки, читающие дети, где, к сожалению, это относится к современной больше литературе, в которой пропагандируются вот именно агрессивные вот эти символы. Ну и факторы воспитания и стили общения взрослых, провоцирующие детей на агрессивное поведение. Ну, на первое место, естественно, мы ставим физиологию. Как психофизиолог я считаю, что все психологические процессы – это, прежде всего, физиология. Это депривация необходимого, то есть еда, одежда, забота или какие-то привилегии, прогулка, праздники, походы и так далее и тому подобное. В связи со сложившим, у нас много таких детей играет в войнушку. Что теперь делать? Хорошо, я отвечу на этот вопрос несколько позже, Юлия Михайловна. Это изолированное содержание тогда, когда ребенок не имеет возможности формировать навыки социально приемлемого поведения на антагонизме, возможно, потому что его водят за руку до очень взрослого подросткового состояния, в школу встречают, он не ходит на какие-то кружки, не общается со сверстниками, даже со сверстниками отрицательными. Здесь вот этот антагонизм должен формировать, если ребенок правильно воспитывается, и ребенок имеет возможность сравнивать, настоятельно сравнивать, и если воспитание в семье было правильным, не агрессивным, и не было никаких абсолютно таких форм поведения, которые могли бы сформировать агрессивное поведение, то естественно, что он будет формировать уже механизмы психологической защиты. И родители неправы, когда они думают, что изолировав ребенка с окружающего мира, таким образом они сформируют правильного ребенка. И как только правильный ребенок попадает, к сожалению, в социальную среду, если он попадает, потому что иногда, к сожалению, ребенок так и изолируется до взрослого состояния, я консультировала таких взрослых 35-40-летних мальчиков, когда, который говорил, у нас проблемы начались тогда, когда мы пошли в школу. Я говорю, ты с кем пошел в школу? Ты же один в семье. Мы с мамой пошли в школу. Мужику 35 лет. Красивый, выразительный, яркий парень. Вот поэтому у меня к вам большая просьба. Пишите, пожалуйста, все вопросы в чат «Вопросы», потому что здесь очень сложно вопросы выбирать. Поэтому, естественно, что изолированное содержание влечет, опять же, личностные существенные проблемы и не формирует механизмов защиты. Самый главный механизм защиты. Это самое главное. Я просто приведу вам пример. Это не относится к агрессии тогда, когда вообще человек не формирует то, что необходимо сформировать в определенном возрасте. Мои знакомые, бабушка очень такая строгая бабушка, мамина мама, у которой родился внучек, она же жила с ними. К сожалению, я все-таки сторонник того, чтобы дети жили отдельно, особенно когда появляются внуки, потому что бабушки склонны, сдерживаются, конечно, но склонны к диктаторству, к определенному. Это я в том числе и про себя. Дело в том, что его бабушка провожала до девятого класса в школу. Да, понятно, там очень дорога, но она регулируемая, там светофор, но очень она напряженная всегда. И поэтому бабушка переводила его через дорогу вместе, как будто бы у бабушки больше внимательности, чем у 15-летнего подростка. К сожалению, вот эта тотальная опека, к сожалению, привела к тому, что ребенок не сформировал, на фабыков, поведение в агрессивной среде. Я не имею в виду поведение людей, а вот именно агрессивная социальная среда, транспортная. И в первый же день, когда 1 сентября в девятом классе он пошел в школу, потому что отец уже настоял на том, чтобы ребенок пошел сам, а, к сожалению, он попал под КАМАЗ. Удивительно, пролежав больше месяца в коме, он вышел из этого состояния с минимальными, скажем так, неврологическими потерями. Ну и дальше это эмоциональный голод, насилие в семье, любое, любое. Противоречивость требований к ребенку со стороны взрослых, особенно когда живут три поколения, бабушка с дедушкой одно, мама с папой другое, или вообще все четверо разные, и ребенок начинает приспосабливаться. Ну и негативные эмоциональные состояния взрослых, которые проецируют свое поведение, свои эмоции на ребенка, то есть они испытывают какие-то проблемы определенные, эмоции, и эта эмоция в виде агрессивного поведения выливается на ребенка. Ну, очень часто это вопли, обзывания, вот ты такой, куда ты дальше, и так далее, и тому подобное. Когда я работаю с детьми, вот в таких случаях, когда действительно родители неправы, потому что они свои эмоции, я объясняю это так. Ты уже достаточно взрослый человек, чтобы понимать, что и у родителей бывают такие проблемы, которые они сдерживать не могут. Ну, ты ведь понимаешь это? Да, я понимаю. Ну, тогда давай подумаем, что можно сделать в этой ситуации. Промолчать. И вот ребенок в большинстве случаев говорит, надо промолчать, не надо отвечать, потому что, да, вы правы, мама потом, когда она кричит на меня, она подходит и начинает меня ласкать. Это неправильно. Это неправильно. Поведение со стороны мамы неправильно. Ребенок это понимает и надо закрепить. Это к вопросу Анны Борисовны, того, что надо учить детей выражать определенным способом агрессию. И мы таким образом, опосредованно, через родителей, учим, что не надо отвечать, потому что если ты будешь отвечать на вот эту, ну, мама устала. Мама, я обычно всегда говорю, я говорю, понимаете, когда у вас наступает подростковый период, родители и особенно мамы очень-очень сильно за вас боятся. И очень часто, тогда, когда они боятся, они проявляют вот этот крик, то есть пытаются защитить вас от всех. И прежде всего от самих собой. Да, 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 вы правы, я лучше промолчу. Вот это то, что касается сдерживания эмоций. Мы учим таким опосредованным образом ребенка сдерживать. Ну, естественно, тут работа с родителями должна быть категорическая. Ну, и использование наказания детей как способа разрядки взрослыми собственных негативных эмоций. Бывает, провоцируют агрессивную реакцию ребенка и наказывают его счастливые и довольные. Негативный стиль общения с ребенком использование приказов обвинений, сообщений, вербальное оскорбление детей, игнорирование чувств ребенка, его интересов. Хватит врать уже, ну сколько можно врать. Вот эта фраза или, ну ты, конечно, вот как, особенно если это неполная семья или семья, в которой постоянные конфликты. Есть своего отца придурка. Ну, вариации вот этих выражений. Естественно, что это формирует ответную реакцию. Ребенок любит родителей своих, и папу, и маму. И если один родитель даже вот так опосредованно высказывает агрессию в отношении другого, ребенок начинает агрессивно защищать другого родителя. Извините, пожалуйста. Следующий момент. Ну и варианты. Видите, какие могут быть характерологические особенности у детей, которые проявляют детскую агрессивность. Склонные к проявлению агрессии. Это дети активные, деятельные, целеустремленные, склонные к риску и авантюризму, честолюбивые и стремящиеся к общественному признанию именно посредством того, что с кем-то подрались, у кого-то что-то отобрали, толкнули и так далее. Дети склонные к проявлению вербальной агрессии, неуравновешенные, тревожные, сомневающиеся, неуверенные, со сниженным фоном настроения и очень-очень обидчивые. Соответственно, эта обидчивость, она влечет к тому, что ребенок начинает разрабатывать планы мести. Это очень плохо. Дети склонны к проявлению косвенной агрессии. Сплетник, ябеда и провокатор. Эти дети имеют слабый самоконтроль, они импульсивные, у них низкая осознанность своих поступков, они не задумываются о пределах своих поступков и примитивные влечения, низкие духовные интересы. Или проще сказать, социально-психологическая и инфантильность. Очень часто, к сожалению, у этих детей бывает и сниженный интеллект. Ну и как формируются стереотипы агрессивного поведения? Первый механизм, мы все-таки в большей степени с вами сейчас будем говорить об агрессивности, которая, конечно же, провоцируется семьей, формируется в семье. Стремление подавлять всяческие проявления детской агрессивности. Агрессия ребенка, значит, нужно обязательно насилие. Со стороны меня я только насилием могу предотвратить дальнейшее развитие агрессии у ребенка. Запрещают игры и фантазии с проявлением враждебности. И вот смотрите, у меня неделю назад была семья, семья, очень часто папы, к счастью, стали часто приходить на консультации. И была семья папа-мама, очень поздний ребенок. К мнению мамы, в 36 лет она родила эту девочку, на данный момент девочке 8 лет, маме, соответственно, 44. Не любит мама своего ребенка, не любит она, эмоционально она его не любит, этого ребенка, эту девочку. И проявляет агрессию в виде вопли, если ребенок противодействует ей. А ребенок сейчас находится в состоянии кризиса, причем кризис очень такой инфантильный. Девочка эмоционально инфантильна, интеллектуально сохранена абсолютно, даже, может быть, можно назвать уровень ее интеллектуального развития выше среднего. Вот она разбросает игрушки, вот теперь я не знаю, как у нее телефон отобрать. Я говорю, а зачем телефон-то покупали ребенку такой? Ну, вот чтобы она с дедушкой разговаряла. Я говорю, что не судьба была, что дать ей свой телефон, чтобы она с дедушкой поговоряла. Нет, вот теперь как мне отобрать телефон? То есть, понимаете, мама не понимает, что могут быть другие действия в отношении вот этого самого телефона. Хотя она виновата в том, что она купила этот восьмилетнему ребенку телефон. Зачем? А теперь ребенок, а у нее агрессия по поводу того, что ребенок проводит в телефоне очень много времени. У меня в кабинете ребенок играл с удовольствием, не в телефон. Она переиграла во все игры карточные, которые там у меня стоят. Она с удовольствием порисовала все, о чем я ее просила. Ну и потом я говорю, хотите, я вам покажу, как можно сейчас... Самое главное, чтобы вы это сделали. Я вам подскажу, как сделать для того, чтобы телефон пока пожил своей жизнью, а ребенок своей жизнью. Она пришла и говорит, Дашенко, скажи мне, пожалуйста, телефон вредный? Да, вредный. Почему он вредный? Глаза портятся. Я говорю, ну ты вообще все знаешь, ты молодец. Я говорю, давай так договоримся. Я понимаю, что телефон, конечно, хочется поговорить с дедушкой иногда, но давай вот мы сейчас и папа, и мама здесь, и мы договоримся с папой, с мамой, что как только ты захочешь поговорить с дедушкой, папа с мамой тебе сразу же дают телефон поговорить с дедушкой. Но только поговорить, не играть. Да, конечно. А вы у меня отберете телефон? Я говорю, зачем я у тебя? Понимаете, вот сколько уже у ребенка сложился те стереотипы, отберут у меня. А на все, что угрозу составляет, ну естественно, защитная реакция будет проявляться. Давай вы с папой, с мамой сейчас зайдете на обратном пути в магазин, купите очень красивую коробочку, домик для твоего телефона. И телефон, пока вы сходите с мамой к окулисту, телефон там поживет. Ты согласна со мной? Да. Ну и потом, главное, причем претензия, красной нитью проходила через всю нашу беседу, это то, что она не убирает игрушки и не помогает совершенно дома, и не играет в куклы. Я говорю, а вы в куклы с ней играли? А что, я еще с ней играть должна? Обратите внимание на фразы мамы. Я что еще с ней? И играть должна в куклы. Она мне не помогает. Я говорю, а как она должна вам помогать? Ну, хотя бы посуду помыть. Я говорю, вы ей показали, как посуду умыть? Что я все показываю, что она большая, уже может увидеть, как я мою посуду. Видите, агрессия какая. Причем тон был очень агрессивный. Она игрушки не собирает. Я говорю, а вы пробовали игрушки собирать? Да, я вот собираю. Я говорю, при этом вы что делаете? Ну, при этом я кричу, конечно, обзываю ее и так далее, что она неряха и так далее. Я говорю, давайте вот я вам еще один способ, очень хороший, причем, но очень кардинально меняющий отношение к уборке и к порядку. Это вот к вопросу стратегии, профилактики. Пару больших коробок соберите ночью, когда ребенок не слышит. Тихо-тихо, все игрушки в эти коробки. И уберите эти коробки. Из дома желательно. Да, она же будет орать. Я говорю, да, она будет плакать, она будет кричать, она будет требовать. Но к концу первого дня она поймет, что игрушки не вы забрали, а игрушки ушли от нее. Потому что вы же несколько раз ей повторите. До этого, и когда игрушки уйдут, что, понимаешь, игрушки ведь не любят, когда их ломают, бросают. А когда их оставляют, они обязательно, хотя бы одна игрушка сломается. Ну, вот она будет орать, и я что, ее вопли слушать должна? Видите, какая ситуация? Противоречия в действиях мамы. Но они не пришли больше ко мне, и я была уверена в этом, что они не придут. Потому что, в принципе, им это не надо. Вы видите, направлять агрессию в нужное русло – это не агрессия в нужное русло, а заменить агрессию на какое-либо другое действие. Я не сторонник мять бумаги, рвать бумаги и так далее. Я эти способы использую тогда, когда мы со страхами работаем, тогда, когда реально необходимо провести обман ребенка. Анна Борисовна, я с вами категорически не согласна, потому что игрушки действительно ушли. Игрушек-то нету. Игрушки-то ушли. В чем здесь обман? Я не могу понять. В чем обман? Игрушки действительно ушли. И мы не будем с вами забывать о том, что 8-летний ребенок очень часто живет в воображаемом мире. И если вы попытаетесь объяснять ребенку с теми выкладками логическими, которые мы используем для подростков, то ребенок поймет 10% из того, что вы ему сказали. А вот когда игрушки исчезли из его жизни, ему не во что больше играть, не во что, то здесь осознание будет именно на том наглядно, образно, уровне с элементами логики, которые присутствуют у почти 8-летнего ребенка. Не надо перекладывать вот эти свои идеи, что это обман. Я сталкивалась с этим, и я, как видите, достаточно агрессивно воспринимаю эти высказывания, потому что это категорически неправильное высказывание, потому что я помню очень хорошо свое детство, детство своей дочери, племянников, когда действительно мы врали с вашей точки зрения, с вашей позиции, что это вранье. Но когда мы видели, это 80-й год была, достоинка у меня родилась в 75-м, и когда мы провожали Мишку, помните все, да, очень хорошо, Рева было невероятное количество, а мы купили с мамой до этого уже Мишку, плюшевого, вот такого огромного, и день рождения у сестренки был в сентябре, ну, до сентября еще был целый месяц. И мы ей сказали, ты знаешь, наверное, плакать не нужно, но если ты будешь себя хорошо вести, будешь ждать Мишку, мы думаем, что Мишка к тебе прилетит. Вранье? Ну, сугубо вранье. Мишка не был, ну, Мишка-то прилетел, шарики надули, на лоджии шарики закрепили, тогда гелиевых шариков не было, мы их прикрепили так, как будто было видно, что он летел, а летел и запутался в веревках бельевых. Вранье? Вранье. Повлияло на ребенка? Повлияло. Очень многие навыки сформировались за этот месяц, но и, соответственно, счастье от того, что Миша прилетел к ней. А габарит и Миша, что он был там огромный, а прилетел к ней маленький, это уже, знаете, вторично. Самое главное, что желание сбылось ребенку. Ну, это такое небольшое отвлечение. Вот, поэтому обман, да, обман. Но обман хороший. А сказка, любая сказка, которую мы читаем, разве не обман? Тоже обман. Если этот обман, в кавычках, конечно, потому что это воображение, это очень здорово. Я могу вам очень много случаев такое привести, потому что у меня папа, несмотря на то, что он был летчиком, летал очень много лет, он был прессающим придумщиком, сказочником, фантазером до самых своих 70 лет, когда он ушел из жизни. И воспоминания и внуков, и нас, детей, они только радужные. Так, чрезмерно предупредительные родители, да. Ну, это вот то, что касается демонстративного поведения, агрессивного, когда требуют чего-то, чего-то ребенок требует. Вот он и получил. Ну, в данном случае, конечно же, работа только с родителями. И крайнее терпение, когда начинается дрыгание ногами и дикие вопли, когда чего-то хочется. Эмоциональное отвержение. Ну, выход только, это остается у вас, поэтому я останавливаться на этих моментах не буду. Это четко уже прочитаете. Вот. Выход положительный, выстраивание положительных эмоциональных отношений с ребенком. Следующее. Неудовлетворение потребностей. То есть, выход. Здесь необходимо выжить в определенной ситуации. Еще раз, не забываем с вами о том, что угрозу мы воспринимаем со своими детьми по-разному. По-разному. Очень по-разному. Поэтому здесь мы должны признать чувство ребенка. Ну, кричит он. Ну, от страха очень часто он кричит. Поэтому, ну, может быть, здесь будет более правильно. Понимаете, здесь мы выбираем наименьшее зло в ситуации экстренного вмешательства. В данном случае, может быть, дать ему возможность прокричаться, не провоцировать эту ситуацию дальше, дать прокричаться ему, высказать свои эмоции, даже в отношении нас. Неприятные эмоции. Я вот уже много раз приводила, когда в детском возрасте ребенок мне высказывал претензии, ты только орешь, а я вообще орать не умею. У меня хватает на вот такие вопли. Три-пять минут. Это максимум то, что в моей жизни было. А вот тетя Света всегда разговаривает спокойно. Это моя подруга, которая ее знает с рождения. И Света приходила, и вся ситуация разрушалась. Я обижалась очень, очень обижалась, потому что я была очень молодой, и не понимала, почему ребенок меня не любит. А потом я уже, вы знаете, тоже поняла. А ситуация-то разрешилась, какая разница? Кто сказал, кто донес до ребенка, что нельзя так делать? Ну и все обиды прекратились, и ситуация агрессивная. В этих ситуациях я просто стала молчать. Понимаю, что сегодня четверг, до субботы два дня Светка придет, и все разрешится. Тоже вариант. Вот здесь демонстрация агрессивного поведения со стороны родителей. Ну здесь самое главное понять, что дети – зеркало родителей, зеркало отношений в семье, то, что мы многократно говорили, и увидеть себя в этой апостаси. Бывает. Именно формируют различные типы агрессивного поведения. Например, в семье, выросшей без отцов, маленькой. Женское окружение. Бабушка, тетушка, сестренка, мама и так далее. Семьи с жестким авторитарным отцом и мягкой и ступчивой матерью. Механизм идентификации себя с отцом. Я такой же буду, как свой папа. Но это, понимаете, это тоже нормально. Почему мы и говорим, что семья все это продуцирует, формирует. Это тоже мальчики. Семьи с жестокой авторитарным матерью при мягком и ступчивом отце. Это девочки. Девочки, доставленные самыми себе и самостоятельно пробивающиеся в жизни. Агрессивность для выживания. То есть я буду агрессивной, потому что защиты у меня нет никакой. Есть папа с мамой, нет, это не имеет значения. Общее правило, что мы должны сделать. Акцентировать внимание на поведение, но не на ребенке. Разобрать поведение. Именно то, что произошло только сейчас. Не начиная, вот ты всегда так делаешь и так будешь делать. Обращение к негативному прошлому неэффективно. Снижать, а не усиливать напряжение ситуации. Это вот такие вот экстренные. Посмотрите, спокойное отношение в случае незначительной агрессии. Ну, та, которая, возможно, проявилась только сейчас. Она не опасна и объяснима. Прежде всего, это защитная какая-то реакция. Что необходимо сделать? Следующий момент. Акцентируй внимание на поступках. Техника объективного описания поведения ребенка. Сейчас, сейчас, здесь и сейчас. Вот этот принцип должен быть главным в работе с ребенком. Контроль над негативными эмоциями. Ну, немножко там ниже я расписала, как это сделать. Снижение напряжения ситуации. Не повышать, не угрожать, не демонстрировать свою непререкаемую власть, не вставать в позу под боченье, делать жутко, совершенно страшное, особенно для маленького ребенка. Потому что ребенок, он вербалику, невербалику очень четко воспринимает, даже лучше, чем вербалику. Экстративная оценка личности, использование физической слои. Это нельзя. Нельзя обсуждение поступка только после того, когда все успокоились. Его нельзя втягивать в конфликт посторонних людей и посторонним людям нельзя втягиваться в этот конфликт. А то бабушка начинает лететь, орлиться над орленком, что-то орешь на него, вот он и так, или она там, это бывает очень часто, непреклонного настаивания на своей правоте. Не надо. Тем более, что настоять на своей правоте вербально мы можем, но интеллектуально вот здесь в сознании ребенка не всегда. Нельзя считать нотации, проповеди. Нельзя в этот момент наказывать или угрожать наказанием. Вы все одинаковы, это имеете в виду определенный возраст, девочки, мальчики и так далее. Манды, жестокие требования, сравнение ребенка с другими. Это все будет провоцировать агрессию дополнительно. Оправдание, подкуп награды. Видите, совершенно все нужно. Но это вот что необходимо делать, уже психологическое. Ну и еще у нас немножко есть времени. Это патологическое агрессивное поведение, тогда, когда все-таки необходимо обратиться к психиатру, потому что здесь проблемы уже связаны непосредственно со здоровьем ребенка. И вот симптомы, которые появляются в этом случае. И если агрессивное поведение наблюдается более 6 месяцев, и вот эти симптомы, часть из этих симптомов, или все, к сожалению, бывают, необходимо обратиться к врачу обязательно. Ну и сейчас я отвечу на ваши вопросы. Так, сейчас, сейчас, девочки. Так, школьник. Войнушку играть, да? Но дело в том, что вот в этой ситуации делать ничего не надо, потому что войнушку мы играли тоже. Главное, чтобы войнушка была без особой жестокости, без расчленений, без крови и так далее. Вот мое поколение, поколение 70-х, когда мы росли именно в 70-е годы, дворовые дети, войнушки в нашей жизни было очень много. Но цель победы какая? Убить или победить? Это разные немножко форматы. Так, что делать, если ребенок откровенно посылает своих близких? Ну, во-первых, сколько лет ребенку, скорее всего, он подросток. Ну, дело в том, что вот эта амбивалентность поведения, правильно сказать, она свойственна подростковому возрасту. Но дело в том, что мне кажется, что, на мой взгляд, и опыт подсказывает, трудно, очень трудно, я еще раз говорю, родителям в этот период очень сложно. Ну, наверное, это игнорирование и в той ситуации, и в другой ситуации, и объяснение, почему, потому что мы говорим о подростке, и объяснение, вот тогда, когда ты будешь самим собой, и тогда, когда ты захочешь решить эту проблему, мы с тобой сядем и поговорим. Игнорирование и белого пушистого – это манипулятивное поведение, классическое манипулятивное поведение. Так, работа в группу входит мальчик с агрессивным поведением, бьет детей, не дает вести занятия, кидает стулья в детей, представляет угрозу, убегает из группы. Какие методы? Консультация психиатра. Тем более, видите, мама настроена агрессивно. В любом случае, это уже патология. Это патология или связана с так называемыми патохарактерологическими механизмами, или это связано с поражением центральной нервной системы пятилетнего ребенка, у которого, к сожалению, поражена лобная доля, и регуляция у него не формируется. Поэтому, конечно, здесь консультация только психиатра и лечению психиатра, потому что такие формы, которые вы описываете, и берется, кидает стулья, это, конечно, очень и очень сложные проблемы. Работы в корректе очень агрессивные, что можно использовать в работе с детьми с ОВЗ. Какие формы ОВЗ у этих детей? Надо внимательно очень смотреть. Если это органические поражения центральной нервной системы, то, опять же, на первый план выходит формирование лечения у невролога и психиатра. А в спокойный тон, все такие методики, которые направлены на формирование социально приемлемых навыков, не пытайтесь преодолеть агрессию, потому что это, скорее всего, агрессия, которая не может контролироваться. Брать игрушки – это опосредованная агрессия. Ну, Надежда Леонидовна, я не согласна с вами, потому что мы убираем игрушки в сказке. Игрушки ушли. Игрушки. Они ушли ночью. Ребенок не видел этого, как они ушли. И самое главное здесь сыграть роль свою родителям. Это не опасно. И мы говорим о том, что, почему вы не очень внимательно меня слушали, я сказала, что вначале нужно провести подготовку. То есть сказать, что игрушки тоже иногда обижаются. Игрушки ломаются. А раз они ломаются, очень часто выкидывают. А они могут уйти к другому человеку, ну, скорее всего, придумать какую-то, ну, придумать сказку. Чего такие приземленные-то? Мамочки, бабушки, воспитатели, учителя. В сказку ребенок верит даже подросток. Это я вам как арт-терапевт говорю. Они хотят в этой сказке какое-то время еще понаходиться. А мы тут агрессия, опосредованная. Нет такого понятия опосредованной агрессии, во-первых, если уж на то пошло. Вот. Не согласна я с вами. Вот почему я вам постаралась объяснить. Подросток представляет опасность для своих сверстников. Ребенок с диагнозом может ударить, бросить. Какие меры можно принять? Ну, здесь, скорее всего, административные меры. Потому что раз ребенка есть диагноз или психоорганика какая-то, то в данной ситуации надомное дистанционное обучение. К сожалению, здесь ситуация изолирования только поможет предотвратить вот эти все опасные ситуации, которые есть. Ребенок с умственной отсталостью на самого себя. Мама не верит. Как работать с матерью? Почему мама не видит, что он причиняет какой-то себе вред за ребенок? Не знаю, как ты, Наталья Алексеевна, просто маме демонстрируйте, как он наносит себе вред. Понимаете, к сожалению, вот это отрицание родителями своего состояния, это тоже самый предрасполагающий фактор формирования вот этого агрессивного поведения. Но здесь, в общем, сцена отсталостью. Этим все объяснено. Ну, здесь индивидуальная работа с ребенком, то есть те формы, которые наиболее оптимальны для ребенка, больше по-другому здесь никак не сработает. Смотреть надо ребенка конкретно, что он собой представляет, как и так далее. Они все проходят лечение осенью и весной. Ну, дело в том, что вы действительно правы, но дело в том, что индивидуальный подход, ну, ни в коем случае не провоцировать эту агрессию, избегать любых действий, за ней давать ребенку. У вас же есть возможность в работе с детьми слабоумными, именно индивидуальной работой. Так, как быть воспитателем в детском саду с агрессивными детьми? Пояснять, откуда это агрессия, что это за агрессия. То есть диагностика агрессии. Соответственно, если это семья, работать с семьей. Если это по здоровью, значит работать с семьей в отношении наблюдения ребенка у врачей. Если это агрессивное, копируемое поведение, то значит работать с теми детьми, которые есть у вас в детском саду и чье поведение он копирует. Возможно, что это нездоровый ребенок. Эта проблема сегодня, вот на все эти вопросы мы с вами вряд ли сможем ответить, потому что это очень много всего. И, к сожалению, это семья. Семья, семья, семья. Так, ребенок очень агрессивен на уроках, индивидуальные занятия. Мама на это никак не реагирует. Вы ходите, Юлия Михайловна, к ребенку, и ребенок ходит к вам. Если ребенок ходит к вам, четко установите правила, потому что любой слабоумный ребенок, он в состоянии воспринять какие-то определенные правила. Главное, повторять их из раза в раз. И не провоцировать, самое главное, самое трудное, уважаемые коллеги, не вестись на эти ситуации. То есть не провоцировать развитие данной ситуации агрессии. Если ребенок ведет себя так постоянно, невролог и психиатр говорят нормально. Но это со слов мамы вам говорят, что он нормальный психолог. Психиатр и невролог, скорее всего, лечат. А если мама так говорит, то... Ну вот здесь вот Юлия Михайловна, то, что ходит в школу, значит, строгие правила устанавливайте раз из раза, раз из раза. И пусть мама сидит и смотрит на его агрессивные действия. Пригласите коллегу своего, чтобы коллега тоже зафиксировал эти агрессивные действия вашего школьника-надомника. Есть агрессивные занятия с психологом, не приносят результат. Вот моя рекомендация. Вот вы правильно сказали, вроде бы рекомендация. Ну, вроде бы. Ну, психологу, значит, нужно пересмотреть свои действия, Елена Сергеевна, и программу пересмотреть и делать это. Разве говорят сейчас слабоумный ребенок? Виктория Сергеевна, делав то, что хорошо я буду выполнять все правила, просто слабоумный ребенок, ну, так человек сказал, ребенок с умственной отсталостью, степенью депильности, легкой, средней степени тяжести. Не придирайтесь к словам, пожалуйста. Он знает только маты, фиксация есть. Ну, вот, Юлия Михайловна, вот вы ответили на свой вопрос, как раз 8 матов, да, ясно. Фиксация уже, значит, с ним так дома разговаривают. Так, к вопросу о встрече со мной еще раз. 3 ноября у нас будет еще один вебинар очередной. Мы поговорим с вами о школьной дезадаптации в целом. Ребенка в образовательном учреждении, то есть что провоцировать школьную дезадаптацию, каким образом мы с вами должны все выявить, и каким образом мы должны с вами эту филактику осуществить и, соответственно, каким-то образом нивелировать. Спасибо вам большое. Жаль. Спасибо.